Хорошо помню, дед Михей в своих валенках проходил лет десять. А сколько лет у них до меня сходил, сказать мог лист. Он видит, думал, о себе ранами, и скажет. Опять валенки проходили, сега до их подшивки. И несет бозор кусок войлока, вырежет из него подошву, и валенки опять идут, как новенькие. И так много лет прошло, и стало я думать, что все имеет конец, все умирает, и только одни детушкиные валенки вечны. Случилось. Деду началась юная ломота в ногах. Дед никогда дед у нас не хворал, а тут жаловаться стал, позвал даже в вечер. Деду тебя с голодной водой, сказал дед. Тебе надо просто рыбу ломить. Я только и живу, и поехал, сказал дед. Много води нельзя не мочить. Много води нельзя не мочить, посоветовал фельдшер. Надевай, когда буду, видишь, валенки. Этот совет вышел деду на пользу. Но после этого дед избавился и стал улазить в реку только в валенках. И, конечно, тер их беспощадно по придонные камешки. Сильно подависит этого валенка. И не только в подошве. Мы вышли, вместо их его подошвы, показались трещинки. Верно, это правда, подумал я, что всему на свете конец бывает. И не могут валенки деду слушать без конца. Валенкам приходит конец. Спасибо. Спасибо. Спасибо.